всем привет в данном видео я расскажу и покажу как устроен инсенератор постараюсь рассказать по максимуму а затем мы его запустим инсенератор нужен не только для сжигания различных отходов таких как картон паромасляная ветошь продукты питания и так далее но основная его роль над картерах и других судах где используют тяжелое топливо это сжигание сладжи сладж или нефтяной шланг мой понятный инсенератор это устройство для сжигания твердых и жидких отходов сейчас пробежимся по устройству затем залезу в топку покажу как она устроена и потом его запустим инсенератор состоит из топки дизельные форсунки форсунки сладжи дизельного насоса для дизельной форсунки дозирующего сладж насоса сладж форсунки загружного барабана для мусора и различных элементов автоматики готовка инсенератор чуть позже все покажу здесь находится загружной барабан для мусора закинули в него мусор этим рычагом провернули барабан и мусор выпадает в топку инсенератора и уже сгорает перед каждым запуском инсенератора току необходимо осматривать здесь у нас находится два танка для сладжи объемы этих танков по два куба это сетлинг танк отстойный танк второй сервис танк расходной танк из этого танка сладж с помощью насоса поступает инсенератор и сжигается сайт закачивается сюда из сепараторного сладж танка или оли билд штанг остатки воды которые есть сладжи выпариваются в этих есть паровые змеевики открываем пар и вода испаряется сетлинг танки в данный момент почти 700 литров сладжи находится сладж скапливается довольно быстро в среднем около 500 литров за сутки скапливаются поэтому инсенератор у нас работает почти каждый день скапливается он из различных позиций каждый механизм имеет поддон и в поддоне есть дренаж вот к примеру поддон с минерализатора сейчас открою воду вода через этот дренаж будет стекать в кормовой колодец а затем через овс мы будем откачивать надо так как это вода это механизм сводообработка и них соответствующий поддон это уже потом с топливными насосами котла если будет протечка на этом насосе то через этот дренаж будет стекать топлива воли билд штанг уже потом перекатывающим насосом мы закачиваем в этот светлинг танк если есть вода то мы и выпариваем после того как выпарилась перекачиваем сервис танки уже сервис танка сжигаем регенераторе и этот процесс практически не прекращается но основная масса сладжи у нас собирается топливных и масляных сепараторов которые работают у нас без перерыва этим насосом мы перекачиваем из светлинг танка сервисный танк это циркуляционный насос сладжи он циркулирует сладж по инсцинераторной системе затем этот дозирующий насос уже подает непосредственно сладж на сладж форсунку наверху у нас находится инсцинераторный дизельный танк сейчас туда не пойду сделаю обзор машинного отделения потом увидите из дизельного танка это дизельный насос и берет дизельку и нагнетает на дизельную форсунку под этой крышкой расположены форсунки электроды и фотоэлемент который вылавливает пламя для работы автоматики скапливается сладж от топливных и масляных сепараторов протечек из поддонов мотористы помыли фильтра слили вольный бюдж танк затем все это закачивается в инсцинераторный сетлинг танк там выпаривается вода перекачивается сервисный танк и сервисного танка уже непосредственно на форсунку сейчас все подготовлю и залезу в ход нахожусь топки не очень комфортно и жарковато здесь и тесно здесь у нас находятся форсунки электроды и диффузор два распалителя на дизельную форсунку и одна с большим отверстием эта форсунка сладжа это выхлопная труба периодически весь этот нарост необходимо залезать и сбивать чтобы вытяжной вентилятор лучше вытягивать это сенсор который показывает температуру в топке через эти отверстия вытяжной вентилятор засасывает воздух из машинного отделения в топ их тоже периодически нужно прочищать это загружной барабан со стороны топки вот эти все моменты периодически необходимо замазывать снизу также находятся окна для подачи воздуха в топку они также служат для охлаждения топки это все замазывается замазывается прибликом это своего рода специальный цемент для топок перед тем как его наносить поверхность необходимо почистить и можно хорошенько промыть водой иначе держать не будет и эту зону которая находится на поте форсунки пару раз в полгода необходимо замазывать прибликом на нее идет основная нагрузка температура в топке в среднем 1000 градусов вот уже 4 дня инцинератор не работает а в нем очень жарко поэтому сейчас буду вылазить будем запускать его теперь уже не будем запускать его то есть такое